Любители экзотики, чуть поближе придвигайтесь к вашим телевизорам. И садоводы, любители огородники, вы тоже нам сейчас очень нужны, потому что через пару минут этой студии вы научитесь в Красноярске выращивать то, что обычно в Красноярске не растет. Экзотические овощи и фрукты, все о них знает Орина Тарасова. Арина, привет! Доброе утро! С чего мы начнем экзотического? Начнем с того, расскажите мне, вы что самого такого необычного выращивали? А, выращивали, но ели вы... Я сейчас пытаюсь ребенка выращивать, я думаю, самое необычное. Слушай, это экзотика. У меня дома на подоконнике растет горох. Ну, не уверен, что это экзотическое, но он растет. Ну, кто-то дома шлемон выращивает. А давайте еще. О каком огороде вы мечтаете? О отсутствии огорода. О мальдивском. Я поддетно подослала. Мальдивский. В огороде должен висеть гамак, и все. И это достаточно. Но для тех, у кого в огороде должно что-нибудь расти, кроме шпината, малины, клубники и всего прочего, есть, например, ягоды Годжи. Я думал, это черри, помидорки. А еще немножко похоже на шиповник. Да, кстати. Это Годжи. Да, это Годжи. И ценность этого растения, она, ну, вот в самих ягодах, вот в этих вот красных плодах. Про них буквально вот ходят легенды. И у меня есть такая огромная цитата из книги про садоводство, непосредственно про то, как это все выращивать. Короче, Годжи поддерживает иммунную систему, восстанавливает силы, повышает трудоспособность, активизирует метаболические процессы, сжигает жир. За тебя ходит на работу. Да, да, да. Зарабатывает деньги. По сути, да, Годжи это какой-то буквально эликсир здоровья, молодости, не знаю, сил и всего прочего. Если мы еще чуть дальше лиснем, то узнаем, что в нем содержится. А, это уже состав Годжи. Да, вот, например. Ой, а что-то он тут подсох. Ну, это вот так его и вообще-то употребляют в пищу. Вот такие витамины. Витамин С, В1, В2, В6, значит, полисахариды, 21 минерал, железо. Короче, если все это еще растить у себя в огороде, ну, цены такому огороду не будет. Вот, посадить Годжи можно семенами, которые находятся в ягодах, саженцами или черенками. Делать это лучше весной. В Красноярске уже пробовали. Я вчера, значит, читала на садоводческом форуме. Да, познакомилась со всеми садоводами, мичуринцами. Теперь мы знаем друг друга буквально в лицо. Короче, товарищ писал в феврале прошлого года, что он посадил Годжи. Больше никаких следов на этом форуме его не было. Видимо, он настолько исцелился, воодушевился. Природа настолько очистилась. Теперь он профессионально выращивает Годжи. Давайте пойдем дальше. Например, на огороде можно выращивать, это мы уже узнали. Можно выращивать пепина. Как думаете, что это такое? Ну, у нас есть фотоподсказка. Я уже... Что-то бахчевое такое, нет? Какая-то тыква. Дынная груша или сладкий огурец. Это вот близкий родственник помидора и картофеля. Несмотря на то, что это как бы дынная груша и сладкий огурец, но родственник... Это набор слов какой-то получился, я не могу логически выстроить. Высевать пепина на рассаду нужно как можно раньше, но не обязательно проводить посев осенью, то есть можно как бы посадить и весной. Наилучшим образом пепина будет развиваться в теплице. Ну, собственно, как и его близкий родственник, как мы вот только что выяснили, помидор. Вот, мощные растения. Лучше подвязывать к опоре, как вот мы видим на картинке. Вот, и еще его можно солить, мариновать. Ну, правильно, помидоры мы тоже ждем. Да, вот вместо знакомых нам огурцов и помидоров прекрасно есть пепина. Пепина? Пепина. А, на конце, да, пепина? Пепино. А, пепино. На следующей картинке будет он в разрезе, ну, действительно, немножко, немножко мне напоминает тыкву, дыню, чем-то. Интересно, какой на вкус? Сладкая дыня? Ой, нет, дынная груша или сладкий огурец? Ну, вот не могу я себе это отдохнуть. На вкусу сладкий огурец не можешь представить? А ты не ложишь? С медом не ела огурцы? С сгущенкой, нет? Я ел. Даже беременная не ела. В следующий понедельник, видимо, Катя у нас ела огурцы со сгущенкой. А это, наверное, всем знакомый батат. Это батат, да. Да, это батат. Настоящая экзотика, на самом деле, для российских огородников и садоводов. Несмотря на свое тропическое происхождение, батат благополучно вытеснил обычный картофель. И вот его все чаще и все больше можно встречать на прилавках. В Ленте, по-моему, по зиме были огромные скидки на него. А везде были, в Красном Яре и в Командоре везде были. Да, тоже на следующей картинке они у нас, батат есть в разрезе. Он бывает разный, кормовой, для еды. А, то есть не только для людей, да, батат? Да, да, вот мы сейчас, если нам люстнут картинки, то увидим его в разрезе. Он не только, не только. О, это все батат? Это все батат. Фу, он как морковка есть. Вот, лучше установить тары с рассадой на подоконник поближе к солнечным лучам. И если света недостаточно, следует обустроить лампы с искусственным освещением. В общем, устроить себе так настоящую такую теплицу дома с фиолетовым светом. Понимаете, да? Да, понимаем. Лаборатория прям. А вот это огурдыня. Из названия все понятно сразу. Огурдыня. Зачем непонятно только? Все понятно, непонятно зачем. Ох ты моя огурдыня. Да, господи. Вот как раз огурдыня. Так, так, так. Огурдыня тоже пригодна у нас и для засолки, и для маринования. Ну, в общем, это для любителей такого чего-нибудь экстраординарного. Если вы уже все позиции в Макдонах с Гурмой попробовали, вот вам огурдыня, можно с ней что-нибудь придумать. Агротехника очень несложная. Высевать лучше непосредственно сразу в грунт. На окошечке сделать такую микрозелень из огурдыни начинать не стоит. Да, сразу на дачу, в грунт и поехали. Есть еще что-то? Я думаю, уже предела нет. Да, еще есть один вопрос. Еще есть отбуза вишня. Почти. Не, ну что это? Это листья свеклы. Да, это мангольд по-умному. Или листовая свекла. Очень хорошая штука для диабетиков. Вот эти вот сочные черенки мангольда, они помогают нормализовать уровень сахара, и в крови поднимают иммунитет, сердечником укрепляют сердце, ну, в общем, такое... Борются с Годжи за звание эликсира. Я вспомнила эту сказку про вершки и корешки. Вот примерно оттуда еще. Можно, конечно, у нас в Красноярске и в Сибири в целом попробовать вырастить виноград. Были такие прецеденты и случаи, да. Но, как мы знаем, виноград штука такая солнечная. Есть у нас иллюстрации для винограда даже, чтобы никто, если кто-то забыл, икон выглядит. Это... А, это уже... Это у нас монгольбы люди. Типа долма из монгольда. Вот, чудесный, всеми любимый, знакомый всем виноград. Дело непростое, действительно, посадить саженцы винограда в Сибири, но сделать это можно. Он очень любит солнце, и, соответственно, если садить его с южной стороны вашего огорода, то что-то может получиться. Пару ягодок. Лоза точно будет, да, вот ягоды. Главное в Красноярске найти такой огород, на котором будет эта правильная сторона. В общем, жители Краснодарского края мы вам завидуем. Я, кстати, там видела, как растет грецкий орех и растет киви. Сама не выращивала, но посмотрела. Но, надеюсь, рано или поздно вы тоже сможете что-то из этого списка вырастить, и когда это у вас получится, вы позовете нас в гости, наша программа приедет, снимет и покажет вас на весь Красноярск. Сберет урожай еще. Да, поможет. Ну и съесть мы тоже поможем. Обращайтесь. Да, спасибо, Арина.